Революционный Евросоюз во главе с Францией проделал огромную работу. С момента блестящего наступления на европейские страны прошло какое-то время. И хоть экономика французского государства сильна как никогда, мы пока еще не в состоянии интегрировать всех наших союзников в государство, которое будет править всем миром. Создание единой ресурсоориентированной экономики – это лишь первый шаг на пути к всеобщему благоденствию. 25 мая 2009 года пробил тот самый час, когда революция вернется в Москву. Пролетарии во главе с товарищем Зюгановым жаждут освобождения. 29 мая 2009 года Франция была готова показать, откуда на Беларусь готовилось нападение. Поначалу наше наступление шло довольно успешно. В Франции было достаточно бронетанковых дивизий для организации полномасштабного наступления. А уже 6 июня 2009 года под Минском произошло крупнейшее танковое сражение. Успехи на данном участке линии фронта позволят нам сдвинуть ее линию далеко на восток. В то же время со стороны Кёнигсберга готовилась морская высадка. Вторая столица России, город Санкт-Петербург, был взят за каких-то жалких несколько часов. До полномасштабного наступления еще далеко, ведь нам предстоит переброска линной доли новобранцев на эту линию фронта. К концу июня 2009 года войска Беларуси серьезно выдохлись, а российские были вынуждены отступать для защиты домашних территорий. К тому же те были вынуждены судорожно перебрасывать подкрепления на север. В то же время мы готовили морскую высадку со стороны Турции, однако Грузия решила вступить в эту войну на стороне России. Таким образом, во второй половине июля 2009 года образуется новый театр ведения боевых действий, а наши войска на центральной и северной линии фронта готовы к объединению. С минуты на минуту армия революции сможет реализовать неплохой котел. Помимо этого, трем нашим бронетанковым дивизиям удается высадиться недалеко от Новороссийска. Начинается полномасштабное наступление на Кавказе. Довольно быстро российские войска перебросили подкрепления на этот участок фронта. Начались изнурительные тяжелые бои, которые поставили под угрозу реализацию планов врага в этом регионе. Что касается наступления на основной линии фронта, то здесь мы несколько замедлились. У нас есть пара решений по этому вопросу, однако сперва стоит закончить с кампанией на Кавказе. Здесь нам мало-помалу удается стабилизировать линию фронта и закрывать ранее реализуемые котлы. Не взирая на огромный ущерб противнику, у него по-прежнему остается довольно много дивизий. Для усиления наступления было принято решение развернуть еще две наступательных бронетанковых армии. Однако этого было по-прежнему недостаточно для получения преимущества. Французские войска бодро наступали, как на территории самого Кавказа, так и по центральной линии фронта. Проблема была лишь в скорости этого самого наступления. Нужно было еще сильнее расширить линию фронта, однако у нас было не так много дивизий для ее покрытия. Когда нам придется совсем тяжко, мы призовем африканских революционеров в эту войну. Несколько дивизий врага были взяты близ Волгограда, а это серьезный региональный центр. Линия фронта практически соприкоснулась непосредственно с самим Казахстаном. А это, можно сказать, открытие новой линии фронта не только для российских войск, но и для его союзника. Самое время начать полноценное объединение двух наших групп армии в одну единую наступательную. В данный момент на Кавказе сосредоточено слишком мало живой силы неприятеля. Этот регион полностью открыт для наступления и расширения линии фронта. И именно здесь нам удается действовать наиболее эффективно. Однако очень скоро к нам приходит понимание, что нам нужны абсолютно все, кто только в состоянии держать в руках оружие. Наши африканские братья готовы поделиться с нами всем, что у них есть. Более 50 дивизий народного ополчения Африки вступают в эту войну. Этого будет более чем достаточно для того, чтобы полноценно удерживать линию фронта. Через какие-то несколько месяцев у противника не останется войск для организации какой-либо маломальски серьезной обороны. Зиму вроде бы перезимовали на дворе уже март 2010 года. А это значит, что Москва все-таки будет французу отдана. Правда вот сил уже для нового Бородино явно не хватит, ведь большая часть врага находится в закрывающихся или уже в закрытых котлах. Какое-либо дальнейшее сопротивление бесполезно, пролетарии торжествуют. И уже скоро наши войска смогут двинуться далеко на восток. И что-то мне подсказывает, что на подступах к Екатеринбургу нас с вами уже не встретят. На вскидочку нам суммарно противостоит не более 20 дивизий, это если брать в расчет дивизии России и Казахстана вместе взятые. Да и те в ближайшее время будут уничтожены. Еще одни клещи, на этот раз под Ижевском. Еще три дивизии врага отправляются в копилку революции. Отступать дальше некуда, позади, как бы так сказать, Сибирь. И собственно было бы уже чем отступать. В середине июля 2010 года Россия объявляет о безоговорочной капитуляции. А товарищ Зюганов торжественной речью объявляет о создании Великого Советского Союза. А Бюргер не спит, он торжествует и готовится триумфально вернуться на мировую арену. Тем даже удалось заручиться поддержкой Украины как своего главного союзника. Правда вот пока что война в Иране им не очень-то и сильно и дается. Их жернова войны продолжают готовить рулеты из сирийских детей. Организовав чудовищное восстание в Сирии, США совместно с Великобританией объявили нам войну. Но теперь, когда французские пролетарии объединились с советскими, нам нет равных на поле брани. Возможно врагу удастся выиграть несколько сражений, но он никогда не победит в этой войне. Однако у нас есть несколько проблем в европейской части, в частности на данный момент в Испании. Туда спешно отправляется третий армейский корпус, пока второй и первый будут готовиться к вторжению. Настерзает лишь один вопрос, сможем ли мы одержать победу над англичанами на море. Ведь все эти годы Франция собирала свой новый революционный фронт. А нашим адмиралам, видимо, подсунули какие-то старые карты, это явно либо проделки дьявола, либо вражеской разведки Ми-6. Вместо того, чтобы просто высадиться, адмирал начал чуть ли не кругосветное путешествие. Это намекает нам о том, что записи в судовом журнале все-таки были подделаны. Мы отомстим за три павших дивизии наших братьев, нанеся врагу сокрушительное поражение в Испании. В тот час наши войска начали массированные штормы оборонительных редутов противника, благо им еще не удалось укрепиться достаточно серьезно. В то же время новая группа высадки готовилась пересечь Ла-Манш. Британские войска были по-прежнему высшей степени боеспособны. Наш флот по-прежнему продолжал творить какие-то немыслимые чудеса навигации, однако с Испанией было покончено. В то же время сирийская кампания продолжала набирать обороты, и мы смогли освободить уже северную часть страны. В свою очередь Израиль решил, что поддержка капитала для него гораздо важнее. Что ж, наш египетский экспедиционный корпус готов доказать ему, что он ошибается. Введение эмбарго со стороны Таиланда абсолютно недопустимо, именно поэтому пролетарии этой страны решают поднять красные знамена. Высадка практически готова к очередной отправке, а тем временем нам удается достигнуть существенных успехов на территории Сирии. Апрель 2011 года в Израиле продолжают проходить тяжелые бои. В то же время наша первая высадка наконец-то обогнула Британию, тот час как высаживалась и вторая. Вернее, то были остатки первой высадки. В любом случае, им довольно быстро удалось сформировать неплохой плацдарм, к которому тут же устремляются союзные войска. В ближайшее время мы сможем перебросить одну или даже несколько армий на поддержку вторжения. С падением правящим морями империи капитализма мы отсечем этой гидре еще одну голову. В то же время у нас тут возникли небольшие проблемы, ведь Франция красная, Франция в огне, Франция горит, но все это во зла в революции и организации качественного и грамотного прорыва на территорию Британии. Обстрелы продолжаются сутками, авиация Англии наносит ущерб критически важным центрам снабжения французского социалистического государства. Однако недалеко от Портсмута нашим войскам удается реализовать небольшой котел, а захват авиабазы недалеко от города предотвратит дальнейшие обстрелы наших домашних территорий. Но куда делась вся английская армия, спросите вы? Она отправилась захватывать Бенелюкс. Хорошо, парни, ничего не скажешь, в твоей стране буквально происходит Эрмагеддон, а вы решаете жить по принципу не себе, не людям. Да, к сожалению, они получат в свое распоряжение несколько французских территорий, но этого будет недостаточно для капитуляции нашей страны. А вот с капитуляцией Британии у нас полностью развязались руки, мы можем отбить наши домашние территории и начать подготовку к вторжению на территорию Соединенных Штатов. Между прочим, мы уже практически закончили в Сирии и Израиле, Мексика, безусловно, будет готова к сотрудничеству через какие-то жалкие пару месяцев, и уж тогда-то у нас появится неплохой плацдарм для вторжения на территорию этой корпорации зла. Сентябрь горит, а оранжевая фракция в Африке плачет, если вы понимаете, о чем я. Наша армия вторжения уже практически разобралась с сложившейся ситуацией, и пора бы перебрасывать ее на помощь нашим мексиканским братьям. Кстати говоря, можно с уверенностью сказать, что они в целом и так неплохо справляются, сейчас распределим авиакрылья, и нашим ребятам будет куда проще, чем раньше. Организовать превосходство воздухе в войне с Соединенными Штатами Америки задачка не из простых, однако строительством авиабаз занимаются наши лучшие инженеры, все фабрики отправлены на эту задачу, и складывается такое ощущение, что мало-помалу нам удается достичь желаемого. В Соединенных Штатах Америки проживают не так много пролетариев, но вот рабочие на тяжелых производствах рады тому, что мы пришли освободить их от тяжести капитала. Если к рабочим данная фраза переменяется в переносном смысле, то вот банкиры и капиталюги на своей собственной шкуре оценят нашу милость. Наконец мы достигли превосходства воздуха на всей территории Соединенных Штатов, однако от штатов уже практически ничего не осталось. Нас еще ждет небольшое противостояние с Канадой, но это, так сказать, временные трудности. Нам остается совершить лишь последний рывок, последний рывок, который решит судьбу всего сущего. Война, казалось бы, двух доселе непримиримых лагерей наконец-то закончится. Призрак коммунизма поднялся из пепла и победоносной поступью ринулся на помощь гражданам всей планеты. Остался лишь ряд мелких противников, Соединенные Штаты уже не представляют какой-либо маломальски серьезной угрозы. Кидр некогда не сгибаемого капитализма с минуты на минуту объявит о своей безоговорочной капитуляции. Большая красная угроза на деле оказалась не такой уж угрозой, она принесла свободу, процветание и самое главное равенство всех и каждого живущим на этом зеленом шарике. Кажется, что в мировой истории начинается новая глава, глава, в которой мы навсегда забудем о кровопролитии и вместе пойдем бороздить просторы космоса. 27 декабря 2012 года, с момента капитуляции Соединенных Штатов и их союзников прошло какое-то время. С тех пор не так уж-то и много воды утекло, Иран превратился в огромный Курдистан, центр социалистической пропаганды на Ближнем Востоке. Советский Союз, утративший болеи позиции, наконец-то восстановлен. Мексика ответила достойным реваншем за потерю Техаса. И хоть коммунистические штаты Америки более не представляют угрозу, было бы неплохо передать территории Аризоны мексиканскому правительству. Хотя какой в этом смысл, если пролетарии соединились навеки? Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить свой пролетарский лайк и со всей силы ударить серпом и молотом в колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. А прямо сейчас в моем сообществе идет голосование за завтрашний стрим. Там же ты можешь предложить свои идеи для новых прохождений. Ну а за всем я не прощаюсь, всех обнял, до новых встреч, пока ребята. Продолжение следует...